Так уж предопределено временем, так уж сложилась история, что Великий День, День Победы, 9 мая мы празднуем весной. Это время года, когда зацветают яблони, расцветая сиренью в воздухе, чувствуется аромат свежести. Время, когда возрождается природа, и у людей появляется неимоверная жажда жизни. А мирную, свободную жизнь нам подарили наши деды и прадеды. Белорусы знают свою историю, помнят и чтят своих героев, преклоняются пред их подвигом. И каждый год в канун праздничной даты и в День Великого Торжества Победы Добра над Злом каждый человек старается сказать ветеранам Великой Отечественной войны спасибо за подвиг. А государство делает все возможное, чтобы наши седовласые герои почувствовали заботу о себе, ведь их с каждым годом становится все меньше. У нас в Ленинском районе 18 ветеранов, инвалидов и лиц, приравненных к ним, и 43 человека, пострадавшие от последствий Великой Отечественной войны. Всего 61 человек. Мы всем окажем внимание, помощь, конечно, поблагодарим за ту победу в той Великой войне, благодаря которой мы живем, мы развиваемся и в дальнейшем видим только действительно цветущую нашу страну. Наша основная задача дойти до каждого ветерана, до каждого участника этой войны, до каждого инвалида. Конечно, в преддверии 9 мая будет масса мероприятий, они будут разноплановые. В соответствии с решением главы государства и постановлением правительства номер 180 от 14 марта этого года, с 26 апреля стартовала акция по выплате материальной помощи для ветеранов Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к данной категории. На сегодняшний момент, к большому, конечно, сожалению, в Брестской области проживают 89 ветерантов, которые получат материальную помощь в размере 2000 рублей. Кроме того, 49 человек – это лица, принимавшие свое участие в работе в тылу. Они получат материальную помощь в размере 1100 рублей. Также 850 – это узников и участников гетто. Вот они получат материальную помощь в размере 850 рублей. В целом, если брать Брестскую область, то 1110 человек получат материальную помощь. Это на сумму более 1 миллиона рублей. Одному из первых в Бресте в торжественной обстановке материальную помощь вручили Михаилу Петровичу Новику, которому в этом году осенью исполнится 100 лет. Михаил Петрович, в преддверии 9 мая поздравляем вас с Днем Победы. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы еще многие годы, как в прошлом году и в этот год приходили к вам и вас могли поздравить. Михаил Петрович, праздникам наступающим вас. Михаил Петрович в годы войны служил в действующей армии 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта на территории Польши. Был тяжело ранен. Сегодня он находится под надежной опекой и заботой своих близких. О войне Михаил Петрович рассказывает что-нибудь? Да, он рассказывал раньше больше, а сейчас он уже ему плохо говорит. То под Варшавой ранение получил без руки, без ягодиц нету. Он бежал почти километр, окровавленный весь, потом упал, потерял сознание, санитарий подобрали, и он 8 месяцев лежал в госпитале. Страшно о войне говорит? Да, ужасно. И если даже вот где там что-то, вот по телевизору, он встает быстренько, значит, в верунках уходит, он не может смотреть. Когда вот, допустим, включу что-то, да. Впереди в Бресте запланировано много мероприятий, акций, флешмобов. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Министерство труда, и, соответственно, мы обратились к нашей торговой сети Евроопт, которая также откликнулась на нашу просьбу, но она уже не единожды откликается на эту просьбу. И будут также всем ветеранам и лицам приравненным к этой категории, также будут подарки в виде продуктовых наборов, ну, достаточно хорошие и серьезные. Мы будем праздновать 78-ю годовщину Победы, и день этот для каждого белоруса священный. И в день этот, и в другие дни мы будем помнить о подвиге бесстрашных людей, которые не вернулись с фронта, и благодарить тех, кто еще здесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok